Всем привет! В эфире программа Лето Лайв и сегодня у нас на повестке дня обзор городского пляжа, мастер-класс от садовода-любителя. Ну а когда мы устанем делать фигурные стрижки растениям, можно будет пропустить стаканчик холодненького сока на уличной терраске. В такую жару на Благовещенских пляжах не протолкнуться. Посмотрим, что интересного есть на Амурской 1. На этом пляже дежурят спасатели. Каждые два часа они оповещают отдыхающих о правилах нахождения на отдыхе. Работают с 9 утра до 9 вечера по два человека. Один патрулирует берег, другой наблюдает с вышки. В день бывает по 2-3 случая, когда спасатели оказывают первую помощь людям на берегу. В основном посетители страдают от солнечных ударов. Кто-то, пренебрегая правилами, пьет на пляже спиртное. Зачастую это заканчивается вызовом скорой помощи или оперативной службы. Узнаем у отдыхающих, что они думают о местном пляже. Оценивать будем по четырем критериям и пятибальной шкале. Средняя оценка чистоты берега – 4. Скорость течения и температура воды тоже заслуживает 4 балла. Что касается безопасности пляжа, один человек воздержался от ответа, поскольку ему лично не доводилось проверить работу спасателей. Средняя оценка по этому критерию снизилась до 3 баллов. За благоустройство твердое – 3. Опрашиваемые жалуются на отсутствие уборных, кабинок для переодевания, проката лежаков и продажи воды. Как показал вопрос, есть к чему стремиться. Но самые искренние оценки – это счастливые лица отдыхающих. Владимир Васильевич когда-то трудился механизатором, но душа всегда тянулась к творчеству. Занимался живописью, созданием скульптур и однажды его деятельность оценили и пригласили поработать художником-оформителем. Самое интересное занятие, потому что мои картинки, рисунки или полипушки, все это никому уже не нужно. А это для взора населения, для своих друзей, для прохожих. Приятно, чтобы это было посмотреть. Первую садовую фигуру Владимир Васильевич создал около 15 лет назад, когда вышел на пенсию. Начинал деятельность с обычных садовых ножниц, пока сын не подарил современный инструмент – электроножницы. Приобретение упростило задачу. Садовод говорит, при желании каждый может научиться оформлять зелень. Горизонтально я эту площадку и как будто расческой проводишь вот так вот. А вот отсюда начинается низкое место. Самостоятельно фигуру красивую я, конечно, не создам, но попробую, насколько это сложно. Ну ладно, все нормально, но для первого раза пойдет. Инструмент прост в использовании. Если решите заняться стрижкой, экспериментируйте на легких формах – кубе или шаре. Со временем можно будет взяться за более сложные формы. Птичник, это готовится у меня. Дальше, вы видите, удочка, мама с цыпленком, потом будет она поращать. Растения, как люди, у каждого свой характер и своя прическа. Особенности, которые называют дефектами, на самом деле являются преимуществами, придающими каждому уникальность. Такова философия творчества Владимира Васильевича. Есть вот обязательная обработка рук антисептиком, также обработка меню. Давайте я вам ручки обработаю. Соблюдается дистанция между столами и обработка всех поверхностей. Как приятно жарким летним днем отдохнуть на терраске уличного кафе. Можно заказать сытный обед или прохладительный напиток. Мне, пожалуйста, арбузный сад. За одним столиком могут находиться максимум два человека. Кафе закрывается в 9 часов вечера. Думаю, за это время я успею насладиться своим напитком. Пожалуйста, вашего аппетита. Спасибо. Самые популярные заказы – холодные напитки. Их просят практически все посетители. То же касается и коронного блюда заведения – шашлыка. Его любят и взрослые, и дети в любую погоду. Супчики и легкие салаты предпочитают представительницы прекрасного пола. Популярные блюда детского меню – блинчики, пицца, картошка фри. Мужчины отдают предпочтение мясной пище – стейкам, отбивным, ростбифу. На этом выпуск завершен. Желаю вам ровного загара на пляже, уютных вечеров на террасах и успехов в садоводстве. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин